Совет Безопасности ООН в эти минуты должен был приступить к рассмотрению резолюции, запрещающей строительство еврейских поселений на Западном берегу. Однако голосование по спорному документу внезапно отложили. Все подробности мы рассчитываем узнать у моего коллеги Евгения Маслова. Он присоединяется к нам от штаб-квартиры ООН. Евгений, приветствую. Известно ли, в связи с чем перенесено голосование? Приветствую, Тихон. Голосование Совета Безопасности ООН по проекту резолюции, требующие от Израиля прекратить строительство поселений на Западном берегу, было в экстренном порядке перенесено на неопределенное время. И многие в ООН высказывают предположение, что возможно навсегда. Я напомню, что внесенный Египтом проект резолюции требовал прекратить, как замечалось в тексте, поселенческую деятельность также и в Восточном Иерусалиме. США уже накладывали вето на подобную резолюцию в 2011 году. Израильский премьер сделал очень эмоциональное обращение к Соединенным Штатам, призвав не позволить Совету Безопасности ООН принять и данный документ. Израиль по-настоящему ценит то, что одним из основополагающих принципов американо-израильского партнерства в течение долгих лет была готовность США накладывать вето на антиизраильские резолюции ООН. Я надеюсь, что Соединенные Штаты не изменят этому принципу и сейчас. Я надеюсь, что президент Обама будет следовать положениям, провозглашенным им же во время выступления в ООН в 2011 году, согласно которым мир на Ближнем Востоке будет возможен не благодаря резолюциям, а благодаря прямым переговорам. Вот почему эта резолюция неконструктивна. Она не в интересах Израиля, она не в интересах США, и она не в интересах мира. Из того, что известно на этот час, Тихон, решение о переносе голосования было принято лично президентом Египта после того, как с ним связался израильский премьер и убедил его отказаться от этой идеи. Но, что интересно, в ООН многие полагают, что, возможно, решающей для Каира стала в этом смысле позиция Дональда Трампа. Он сегодня утром в Твиттере также призвал наложить вето на этот документ. И по некоторым данным его люди, возможно, даже связывались с египетскими дипломатами. Так или иначе, Каир не рискнул начинать отношения с новой Вашингтонской администрацией с конфронтацией. Не менее примечательна в этом смысле история с переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Решение об этом было принято еще в 90-х, но каждый раз перенос откладывался и при Клинтоне, и при Буш, и при Обаме. Никто не хотел этого делать, опасаясь, что это может негативно сказаться на мирном процессе, поскольку палестинцы выступали против этого. В администрации Трампа уже заявили, что президент Соединенных Штатов сохраняет твердую приверженность переносу посольства Соединенных Штатов в Иерусалим, не назвав, впрочем, сроков, когда это будет сделано. Но подобные заявления, впрочем, Вашингтон уже делал и прежде. Но от слов к делу не переходил. В любом случае видно, что Трамп посылает четкие сигналы Израилю и показывает готовность защищать его интересы по всем фронтам. Тихон. Спасибо, мой коллега Евгений Маслов на прямой связи с нашей студией от штаб-квартиры Организации Объединенных Наций.